Всем доброго времени суток. Сегодня у нас довольно забавный экземпляр под названием Fighters History. Забавный он тем, что это Клон Стрит Файтер 2. Причем я серьезно, во всех смыслах. По большей части, когда говорят, что игра клон какой-то другой игры, имеется в виду, по большей части, что она чем-то похожа на нее. Но эта игра похожа буквально всем. Иногда даже создается впечатление, что компания Data East просто сделала хак, но со своими персонажами. Capcom это дело тоже заметила. И подала она Data East в суд. Правда, безуспешно. Управление, как в Стрит Файтер 2, шестикнопочное, с тремя кнопками для ударов рукой и ногой. Слабые, средние и сильные соответственно. Слава богу, они хотя бы скопировали все правильно. Управление хорошее, удобное и вполне отзывчивое. Если так посмотреть, такая раскладка ведь отлично работает. Зачем что-то менять, правда? Боевая система также ничем не отличается от Стрит Файтер 2. У вас есть набор нормалов и набор спешлов, а также возможность отменять эти нормалы в спешлов. Опять же, ничего революционного. Однако есть все же одно интересное нововведение. У каждого персонажа есть свое слабое место, как правило, показанное в виде части одежды. Например, символ на футболке или повязка на голове. Многократные удары по этому слабому месту могут выбить противников стам, а после этого будут наносить дополнительный урон. Казалось бы, мелочь, а все-таки меняет игру и вносит дополнительный элемент стратегии. Еще стоит отметить довольно простые инпуты для спешлов. Как правило, это просто вниз-перед или вниз-назад. А для захватов только полукруг. Не надо, как у Зангиева, делать полный круг на стике. К тому же, в отличие от Стрит Файтер 2, в этой игре можно делать спешл-броски, когда ваш оппонент находится в блоке или в хитстане. То есть, когда персонаж еще, скажем так, не отошел от удара. В других файтингах так делать нельзя, ибо это просто банально нарушает баланс, и броски становятся имбовыми. В остальном, это тот же Стрит Файтер 2. Все работает так, как и должно. А вот сложно здесь похерили. Компьютер с первого боя начинает читать ваш инпут, безо всякого стеснения. Бьет вас ровно с той позиции, чтобы вы его не достали, прям пиксель-пиксель. Ловит и бросает из самых невыгодных положений и в целом не дает нормально играть. Скажу сразу, что про спешлы по большей части можно забыть. Вся игра против всех бойцов сводится по большей части к точным подсечкам и удачным джамп-кикам. Один из боссов к тому же серьезно перекачан и имеет дикие преимущества перед большинством играбельных персонажей. Кстати, о птичках. Персонажи. Их 11 штук. Девять доступных и два босса. Большинство это копипасса Стрит Файтер 2 или Фэтл Фьюри. И ни капли оригинальности. Прям совсем чуть-чуть. Пройдемся вкратце по ним. Рэй это местный Кен, такой же американец-блондин. Может бросать свою версию Хадукина и даже Тацумаки имеет. Его антипод и местный Рю это Митсо Учий. Не считая внешности, он еще больший шатуклон. У него и Хадукин есть, и Шурьюкин, и Тацу, причем многоступенчатые. То есть можно сделать всего один удар, а можно и все пять, если продолжать машет по кнопкам. Фэйлин это местная Чан Ли. Она была одним из пунктов в том самом судебном разбирательстве. Больше про нее и сказать-то нечего, разве что она может метать фаерболл в воздухе. Сэм Чей это явный клон Сэгата. Даже спешл с ударом колена такой же. Однако его победная стойка больше напоминает Джо из Фэтл Фьюри. Оттуда кстати сперли Дака Кинга и назвали Мэтлоком. Он такой же брэкдансер. Ну и конечно же, как же мы без Зангиева. Только из Греции и по имени Марсториус. Остальные три персонажа вроде как никого особо не копируют, но все равно оригинальностью не блещет. Риоко юная дзюдоистка и еще один грапплер в нашем наборе бойцов. Причем, как ни странно, гораздо лучше, нежели Марсториус. Ли это типичный кунфуист, пытающийся доказать всем, что его кунфу сильнее. Скопирован, как мне кажется, с такого же персонажа из первого стритфайтера. Только здесь его сделали помоложе. Ну и последний это француз Жан. Как и полагать стереотипичному французу, крайне нарцистичный тип. Осталось только два босса. Первый это клоун. Просто клоун. Самый имбовый перс в игре. Шустрый просто до нельзя. А финальный босс это внезапно Карнов. Только здесь он какой-то коротыш. У каждого персонажа, как и положено, есть свой задник. В целом они довольно предсказуемо и типичные, но при этом гармонично сочетаются и подходят своим персонажам. Сюжет опять же повторяет стритфайтер 2, только в качестве чемпиона тут здесь Карнов. Презентация также скопирована подчистую. Тут вам и похожий экран выбора персонажа. И похожий версус экран. И также на некоторых аренах по бокам ставят предметы, которые можно разрушить. И также ускоряется музыка в конце раунда. И также после боя покажут побитого соперника. Ни капли оригинальности. Графика в игре на достойном для своего времени уровне. Спрайты персонажей добротно анимированы, фоны детализированы и хорошо прорисованы. Звук также хорош. Музыка сама по себе высокого качества, но вот композиции скучные и не запоминающиеся. Порадовала также и озвучка. Ее много и она хорошего качества. Особенно нравится эмоциональный комментатор. По итогу игра получает 4 балла из 10. Это трэш, но в хорошем смысле. Это самый что ни на есть прямой клон Street Fighter 2. Если вам было мало оригинала, то вот вам те же яйца, только в профиль. Про игру даже и сказать-то больше нечего. Настолько она все копипастит. Другие, в кавычках, клоны, хоть что-то свое придумывают, чтобы выделиться. К слову, у игры был порт еще на SNES, но там только добавили режим 5 на 5 и все. Впоследствии мы с вами еще встретимся с этой игрой, ибо она получила аж два сиквела. А персонаж Митсу Гучи даже засветился в одной из игр серии Кино Файтерс. Ну а на сегодня все. Как обычно, оставляйте комментарии, рассказывайте о канале друзьям. Если есть возможность и желание, поддержите проект в ссылке в описании. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч!